Каковы же признаки наоборот стареющих и увядающих губ? Верхняя губа с возрастом она становится непропорционально длинной. Она начинает полностью прикрывать верхние резцы. И иногда происходит даже подворачивание красной каймы вовнутрь и ее визуальное уменьшение. Уменьшение именно красной каймы и удлинение кожной части губ. При этом обнажаются нижние зубы при размыкании губ. Постепенно опускаются уголки рта под действием мышцы, которые опускают углы. Мышцы, которые опускают непосредственно нижнюю губу. Все это создает более выраженные морщины марионетки. То есть для того, чтобы поднять такие уголки губ, помимо того, что вы будете работать с филерами, конечно, вы должны помнить, нет ли необходимости в некоторых случаях использовать инъекции ботулотоксина. Также появляются кисетные морщины устареющих губ. Губы теряют свой первоначальный объем, они истончаются. Исчезает четкий контур, исчезает так называемый белый валик. И в принципе происходит уплощение и удлинение колонн фильтрума. Каковы принципы коррекции переоральной зоны? То есть мы должны подходить комплексно к работе с губами, с переоральной областью. И всегда должны преследовать следующие цели. Особенно если к вам приходят возрастные пациенты. Второй момент. Если есть кисетные морщины, то, конечно же, мы стремимся сгладить кисетные морщины и выровнять рельеф кожи вокруг рта. При этом всегда нужно мыслить, скажем так, комплексно. И сам подход должен быть комплексный, всесторонний. Если вы даже провели какую-то процедуру с помощью филлеров, провели контурную пластику. Всегда помните, что вы можете порекомендовать и мезотерапию, и провести биоревитализацию. Если укомплектованность вашего кабинета и клиники позволяет, то вы можете, конечно же, воспользоваться аутотрансплантацией жира у данных пациентов. Далее. Мы стремимся, конечно же, подчеркнуть непосредственно контур губ. Помимо филлеров можно использовать и липофилинг. То есть все зависит от того, какими техниками вы владеете и насколько позволяет ваша аппаратура клиники проводить такие манипуляции. И мы должны также восстановить утраченный с возрастом объем и упругость губ. То есть привести к балансу, соотношению верхней и нижней губы, скажем так, к идеальным пропорциям. Вот это основные четыре принципа коррекции периоральной области.